Пепелище это все, что осталось от дома Вяткина, который принадлежит многодетной маме. Пожар произошел 19 января этого года, как раз когда женщина рожала четвертого ребенка. К счастью, в огне никто не пострадал, но жить в семье стало негде. Женщина была вынуждена скитаться по съемным квартирам до тех пор, пока не получила жилплощадь в маневренном фонде города Судогда. Сейчас многодетная семья живет в чужой квартире и выплачивает кредит за строительство сгоревшего дома. Чтобы рассчитаться с долгами, участок, который выдал многодетной семье государство, было решено продать. Только все желающие купить землю при осмотре владений воротили носы. Это речка сочистных сооружений, которая с 2014 года так все и не ремонтируется. Все здесь так и сливается. Хотя было обещанного много, но в итоге ничего не произошло. Так и пахнет, покупатели у меня отсюда убегают. Пытаясь решить проблему, женщина дошла до председателя ЗАГС собрания Владимира Киселева. Тот обещал обсудить строительство новых отчистных сооружений с губернатором. Но пока проблема решается, Елена вынуждена платить кредит с детских пособий. Потому что другого источника дохода у нее нет. У меня остался кредит за дом, которого сейчас нет. Землю, к сожалению, я не могу продать. Потому что там пахнет очистными сооружениями. У меня уже было 10 покупателей, из которых все просто исчезли в последний момент перед сделкой. Вот помощи прошу в как-то реализовать эту землю, либо поменять как-то, да, чтобы я могла ее продать и погасить кредит, который на мне сейчас. Я не работаю и получаю только пособия детские. Отчаявшаяся девушка просит поменять участок, который она получила без права выбора. О зловонном ручейке, текущем около забора, Елена узнала только во время строительства дома. Как многодетной семье могли дать участок рядом со сточными водами? За разъяснениями мы направляемся в администрацию Судогодского района. Но съемочные группы здесь не очень рады. И даже не пускают внутрь. То есть отказывают произнести ничего? Именно поэтому вопрос. Если какие-то еще моменты есть, то жилье, альфотами и так далее, все это отноценности. Застать главу администрации поселка Вяткино, на территории которого Елена получила участок, на месте нам не удалось. В телефонном разговоре Виктор Сафонов объяснил, что земля находится у многодетной семьи в собственности. И теперь менять ее власти не будут. Право на его использование или продажу принадлежит владельцу. Это частный земельный участок, у которого есть хозяин, который находится в собственности, я так понимаю, у Елены Зойниковой. Это ее право. Продавать или не продавать. Это право покупать или приобретать или не приобретать. Получается, что власти махнули на многодетную мать рукой? Поменять участок, если продать землю не удастся, женщина может попробовать через суд. Ведь, как утверждает Елена, выбрать землю для строительства ей изначально не дали. Мы просим разобраться в этой ситуации и прокуратуру области. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Что помогла в...